Паш, в отличие от других участников, для тебя это далеко не первая презентация, недалеко не первая встреча с болельщиками крыльев. Чувствуешь ли какую-то разницу, чем это было особенной? Ну, конечно, чувствую. Теплее встретили, наверное, чем в предыдущие разы. Но спасибо большое за поддержку. Я это очень ценю и постараюсь все зависящее сделать, как можно больше радовать болельщиков. Но мне всегда сюда приятно вернуться. Я здесь чувствую себя как дома, поэтому для меня удалось пообщаться с людьми, которые здесь переживают за команду, и также со всеми людьми, которые в этом городе. Поэтому я еще раз повторюсь, очень рад вернуться. И дай бог, чтобы по футбольному, по спортивному все пошло вперед и команду выиграл. Какие-то сюрпризы и неожиданности были сегодня для тебя по содержанию, или, может быть, по вопросам, которые тебе были заданы? Да нет, ну, вопросы, конечно, такие были интересные. Интересно придумали. Я считаю, что молодцы, правильно все сделали. Но вопросы были достаточно, на самом деле, легкие для меня. Потому что я здесь не первый раз. И было достаточно легко на них ответить. Я думаю, что все знают достопримечательности Самары, и все хорошие. Так что самые важные. Самый важный вопрос, наверное, заключался в том, не пора ли Павлу Яковлеву уже остановиться и остепениться. Как-то для себя задумывался, может быть, действительно, если в Самаре получается, если получится в третий раз, так же здорово, может быть, и остановиться на этом? Ну да, как мне сегодня сказали, Бог любит троицу. Поэтому, не знаю, возможно, все возможно. Я к этой команде, к этому городу, к болельщикам всегда с теплом отношусь. И почему бы не остаться, если все будет хорошо? Я не хочу ничего обещать и не хочу говорить раньше времени. Нужно вначале показать на поле все то, на что способен. И я думаю, что потом будет уже достаточно времени подумать, остаться здесь или нет. Но, опять же, говорю, только позитивные ощущения о городе, о команде и о футболе в целом. Здесь любят футбол, и это нравится. То есть и чемпионат мира здесь будет проходить. То есть, ну, все условия есть. Я считаю, что здесь команда должна даже играть Юра Кук. Почему бы и нет? Ты каждый раз приходил в Самару к разным тренерам. И в этот раз пришел, познакомился с Франком. Успел ли уже понять какую-то методику тренерскую, понять, что хочет от себя наставник, и прочувствовать разницу между российскими, может быть, специалистами, и менталитетом зарубежного тренера? Нет, ну, да, три разных тренера. Сейчас Франк, и мы, как бы, лично не общались, так как дела, как себя чувствуешь. Вот, в принципе, вот, тренировочный процесс достаточно интересный и профессиональный, так что дисциплина должна быть на чеку всегда. Вот, это очень важно сейчас в футболе и в профессиональном спорте. Вот, ну, достаточно интересные, говорю, тренировки. Мне пока все нравится, все хорошо. Надеюсь, в будущем будет еще лучше и лучше, и принесет это результаты. Как команда играет сейчас, в последние две игры я обыграл, и «Зенит», и «Кубань», то есть, ну, здорово. Вот, только позитивные моменты сейчас, нужно продолжать это. Вот, главное, чтобы сейчас пауза пошла на пользу, как бы, и все-таки на игру с Мордовией нужно брать очки дома, играю. Вот, поэтому, дай Бог, будем выигрывать, и будет все хорошее. Спасибо.